Я убираю это? Ну, так как они все вытекают один из другого, и в продолжение предыдущего доклада, слушая доклад Владимира Николаевича, сразу после меня, то, что было о минералах, хочется напомнить, что Вернадский, хотя и разделял вещество на костное и на живое, и основным маркером отличия живого вещества от костной материи ставил как раз диссиметрию. То есть вот эту неравновесность, которая в костной материи якобы не наблюдается, хотя это очень условно. И единственный человек, который с этим спорил, и я сейчас это как раз вспомнила в связи с вашим докладом по поводу того, что минералы все-таки, возможно, тоже живое, можно назвать живым веществом, это Кизель Владимир Александрович, в его книге про диссиметрию живых систем есть упоминание об очень большом количестве опытов с кварцами, то есть исследование скоплений кварцевых в разных местах земного шара. И вот это вот распределение левых и правых, оно тоже носит какой-то своеобразный характер, тоже подчинено какой-то структуре. То есть не бывает в одном месторождении доминируют правые формы, в другом месторождении доминируют левые формы. И это тоже есть некое отображение вот этой структуры. Поле формы Земли, но, возможно, более архаичной, чем биологическая, ну, углеродная вот такая, скажем, жизнь. И, возможно, другие ее размеры были. То есть жизнь претерпевала какие-то изменения на этой планете? — Доказательство жизни вряд ли тут доказательством жизни. — Нет, говорить о том, что... Доказательство жизни... Я больше согласна с Анатолием Федоровичем Чирняем в этом плане, потому что человек, по большому счету, мы только в своей абстракции отделены от окружающего пространства. Как нелепо считать, что мы такие вот индивидуальные единицы, отделенные от Земли, от космоса всего. Нет, все есть единая цельная система, связанная между собой с некими тонкими универсальными какими-то нитями. Камень есть камень, а корова есть корова. Просто диссиметрия носит несколько другой характер. Явно выраженная в биологических системах, в костной материи, нельзя сказать однозначно, что она не наблюдается. Как Вернадский писал в своей таблице, это живой, сейчас, про ноосферу, вот его сборник. Ну, ноосфера. А ноосфера, вот там, где таблица основная. Тоже не очень удобнее, кстати. А с какой стороны считать, с какого места? С начала возникновения человека, а так он был животным, бегал за мышами. А, нет, нет, нет. Когда мы сейчас сидим тут. Опять-таки, гиборгия Завернадска была о том, что диссиметрия явилась причиной возникновения жизни на планете, является условием для ее существования. Сейчас введением такой теории поле формы Земли Некрасов считает уже доказанным фактором это. Но ведь действительно биосфера формировалась миллионы лет под влиянием каких-то внешних космических сил. То, что отмирают структуры, содержащие больше, левого вещества, грубо говоря, то есть левых стереоизомеров или правых, они создают биосферный слой, который поддерживает вторично вот то поле формы, постулированное Владимиру Алексеевичу Некрасову. И я перейду сейчас к нему. Поле геометрической формы. Опять возвращаясь к тому, что... Только Некрасов, и Косыгин, и Юрий Александрович уже об этом говорили. Да, да, конечно. Ну, давайте, делайте доклад тогда, потому что... На самом деле это все достаточно... Да, конечно, я согласна, пусть в виде дискуссии это интересно под конец рабочего дня. Изначально, ну, вообще понятие поле формы могло войти в науку намного раньше, потому что об излучении формы говорили в начале века, говорили очень много изрубежных ученых, российских ученых можно отследить. Форма всегда интересовала людей. Влияние, как форма влияет на вещество. В нашей стране в начале века, пожалуй, этим занимался, ну, наиболее известен кольцов. Понятие само эффект формы, это, наверное, все-таки Белизаль Шамри. Вот первые заявили о том, что есть такой эффект формы. А как теперь представляется в рамках теории поле формы Земли, теории о диссиметрии, скажем так, некрасовской, об энергетической диссиметрии? Вот если мы рассматриваем вещества, как действительно состоящие изначально из каких-то структур. Левые и правые стереоизомеры соединяя, или кристаллы, это уже на более крупном уровне соединяясь, формы, они образуют нечто все равно, это новый уровень иерархии, но подобие, оно соблюдается неизбежно. Возникающая спиральная структура, ну, как макушка, которая крутится. Начнем с макушки. Я не вижу непосредственно нимбой, я физикой измеряю приборами, но макушку я могу визуально увидеть. Ну, или, допустим, как мы полириметром измеряем биосферию, моллюски, улитка, ну, непосредственно. Вот спиральная структура ДНК, вот у нас доминируют какие-то там стереоизомеры, формируются в результате целый панцирь, четко направленный. Как любое растение, вьется. Все рождается с микроуровня, с того, из каких веществ собран в результате, то есть из каких элементов конструктора собрана в результате вся конструкция, в ней будет отображаться. Все вот это внутреннее строение. Так вот, между левыми и правыми формами молекул, или формами вообще существуют, как это называли, хиродиостальтические или стереомолекулярные силы, некие взаимодействия. Но это на уровне биофизики. Если перейти на макроуровень, мы уже не можем говорить, что вот между большим предметом или между символом, между человеком и каким-то крупным предметом будут существовать эти стереомолекулярные силы, потому что здесь мы должны отойти от электромагнитных взаимодействий. Это уже не те расстояния. Но, тем не менее, это вполне измеряемо. Любой предмет, любая форма, любой символ, который все равно в пространстве представляет из себя некую форму, пусть даже плоскую, он воздействует на окружающее пространство. И таким образом мы все существуем в пространстве из такой суперпозиции различных полей формы, которые совершенно однозначно будут носить либо левую, либо правую направленность. То есть левые или правые силы все время взаимодействуют. Каждый предмет будет обладать конкретным полем формы, конкретным знаком левым или правым и величиной своей собственной диссиметрии. То есть насколько в нем доминируют эти силы. Можно измерять диссиметрию в угловых величинах. Как вот с полириметром смотрим, на какой угол поворачивается плоскость поляризации. Света, проходящего через воду. Или в относительных единицах процентов, если мы измеряем кристаллы. Вот на этом эффекте, я не буду говорить о пирамидах, рынок насыщен самыми разными структурами, которые несут в себе эффект формы. Любой, любой предмет. На этом эффекте Некрасов построил целый комплекс технологий, модуляторы полиформы. Это последние лет 20 экспериментируют с этими устройствами. И в прошлом году они получили статус устройства медицинского назначения, потому как он применяет их в сфере здравоохранения. Вот, я могу сразу прийти к следующему докладу? Про полиформы есть какие-то вопросы? Ваше время есть? Вопросы? Собственно, я хотела уже обобщить, подытожить. Вот эффект Некрасова, то, что, значит, Некрасов назвал, взаимодействие между левыми и левыми формами. То, что я показывала на локонах, допустим, вот левая и левая спиральная структура создадут из себя нечто, цельную конструкцию, либо это кристаллическое вещество, но это плотное образование, или правое и правое. Левое и правое будут отталкиваться. В биосфере мы наблюдаем, что с водой, с биологическим веществом пошагово в ячейской структуре происходит либо левый поворот, либо правый поворот, но на любое вещество действуют какие-то внешние силы. В поле формы Земли обнаружена эта ячейская структура. Мы наблюдаем правые и левые ячейки, границы между этими ячейками. Это всё в пространстве биосферы. Поднимемся на 100-150 километров над Землёй. Вот в 1985 году Владимир Александрович Дженебеков обнаружил потрясающий эффект, скручивая со шпильки гайку с барашком. Я не взяла с собой гайку, прошу прощения. Но это очень... Невесомость. Да, надо был ролик показать. Как удобнее всего скрутить гайку с барашком? Нужно просто кощать за барашек. Она пойдёт раскручиваться. И таким образом центр масс-гайки продолжает совершать прямолинейное поступательное движение. В открытом космосе он это обнаружил. А что будет происходить со взглядом стороннего наблюдателя? Через почти 40 сантиметров, там около 40 сантиметров расстояние, гайка делает кувырок. И относительно стороннего наблюдателя она вращается совершенно в другую сторону. То есть она проходит левое вращение. Потом она как бы... Сначала она выкручивается со шпильки, потом вроде бы как закручивается на шпильку. Через одинаковое расстояние она точно так же делает кувырок. И так до бесконечности. А Дженни Беков, обращаясь в Академию наук, в общем-то, ну как, назвали этот эффект, сказали, да, давайте назовём его эффект Дженни Бекова. Объяснить не так-то просто. Ждали... То есть она поворачивается на изнанк? Да. Да. Она на 180 градусов поворачивается, но центр масс движется так же примутивно. Просто на 180 градусов. Это конформное отображение самой в себе. Ну практически да. Но относительно себя-то она вращается в том же направлении. Просто для нас этот барашек, то так, то так, и гайка вертится, то вправо, то влево. Но интересно, что... Да, и в результате, как отнеслась наша современная наука к эффекту Дженни Бекова? У нас два встачила эффекта Дженни Бекова. Долго ждали, когда обнаружат американцы, может быть, такой же эффект в космосе. Да никак, конечно. А потом в результате назвали это гайкой Дженни Бекова. То есть уже ниже как-то вот опустить нельзя. Просто гайка. Что такого? Интернет полон роликами с расчётами, которые не ленятся делать студенты. Самые разные. Причём там гайки без барашков, заметьте. И объясняют это распределением рационных масс. Но, простите меня, Дженни Беков демонстрировал тот же самый эффект в невесомости с пластилиновым шариком, в который помещал небольшой винтик. Да, и получал те же самые практически расстояния. Я понимаю, что в условиях космоса очень сложно масштабировать такие эффекты, потому что тут масса... Ну, как-то небольшая разница между массами и линейными масштабами. Нельзя однозначно всё-таки по поводу расстояния, по поводу длин верить в масштабируемость. То есть нужно проверять это. Но он получал почти те же расстояния, а форма была абсолютно другой. Так значит, дело не в форме этой гайки Дженни Бекова, а в чём-то другом. А пару лет назад Анатолий Фёдорович Черняев когда звонит мне, говорит Мира Леонардовна, посмотрите, пожалуйста, на наскольском сайте гравиметрическую карту. Я совершенно была потрясена, потому что на самом деле вот эта вот ячеистая структура, которую мы наблюдаем, ну, в распределении это называется, как же, ось зла, это когда-то назвал Жао Магейджо, это такой профессор Кембриджского университета, космолог, он диссиметрию Вселенной как бы изобразил, назвал ось зла. Так вот, распределение галактик во Вселенной левонаправленных и правонаправленных оно подчинено тоже определённой ячеистой структуре. Дальше. Эксперименты на Камиоканды, вот нейтринная была обсерватория в Японии, ну, была, потому что, по-моему, дезимотрясение ещё начали демонтировать. За 6 лет статистика показывает, что количество меонов высокоэнергетичных и более низких энергий чётко, совершенно зафиксировано, приходит с определённых участков неба. Это ячеистая структура. Но первой, конечно, ячеистой структуре Вселенной говорил Альфе, шведский космолог Нобелевский Луриат. И, ну, там немножко, как бы другая система, он всё токами мыслил, у него нет магнитов, у него первично это электрическое взаимодействие, только электрическое. Но дело не в этом. Дело в том, что всё подобно, всё должно повторяться на всех уровнях иерархии. И если мы наблюдаем во Вселенной некую картину неравновесия, но распределение сил, левизны и провизны, тоже мы наблюдаем более близко на орбите, тоже мы наблюдаем на поверхности биосферы, тоже мы наблюдаем внутри вещества, на молекулярном уровне, значит, этот закон действительно является, вот распределение левизны и провизны действительно является одним из фундаментальных законов устройства Вселенной. Есть вопросы? Ну, скромнее, универсальные. Универсальные, да. Универсальных законов не так много. Там, конечно, делаем. Можно, да? Ну, конечно, да. Да, по гайке Джани Бекова, я как раз вот эти, меня тоже интересовал вопрос, я в интернете, как вы говорите, там, ну, часто эти на форуме новости космонавтики, там это рассматривают, там получается, что вот из-за такой нарушения симметрии слабых. Знаете, вот когда там центры массы смещены, вот если она идеально делает, моделируется, всё, ей едет и никаких разговоров. А вот чуть-чуть там малейся возмущением в центрах масс, и вот это начинается процесс. Ну, правильно, потому что симметрия идеальная, как и прямолинейное движение, существует только в нашем воображении. В космосе этого нет. В Вселенной этого нет. Именно внести. Да. Вы тоже говорили, что эта задача была давно решена. Я слышал, вы говорите, что это... Нет, нет, нет. ...монолитической механики, что там рассматривались такие моменты. Ну, это... Это одна из уловок, то, что задача была давно решена. Торсионными полями объясняли, псевдоквандовыми процессами объясняли. По-разному. Можно всегда считать решённым. Подогнать. Математический аппарат у нас достаточно широк. Можно любую задачу описать. Так, ещё какие вопросы? Интересный очень доклад. Очень интересный. Спасибо вам. Спасибо большое. Так, ну...